привет привет недавно саша написала вопрос даже я поехал в москву поездка все интересное лечу одну сторону обратно не лечу обратно я еду на машине три месяца ждал машину заказанную и вот поехал ее получать и при этом это у нас будет не просто сел и поехал это целый движ вышел с друзьями один мой друг вообще за несколько дней до нашего автодвижа поехал в москву какие-то свои дела остальные всех вылетают сегодня то есть челябинск кто из уфы один человек еще из екатеринбурга чуть позже поедем и мы в пятером включая меня за два-три дня за три дня доедем из москвы до еката ну какие-нибудь кадры наверно покажу и с путем блестит да да иду-иду я забыл первые впечатления с ней активировали сейчас машину сделали так что можно прямо с телефона все делать открывать закрывать и вообще заметил она очень умная то ли потому что телефон в кармане то ли брелок наверно брелок не подходишь она сама открывается ничего не нажимаешь опа узнала ручки открылись корроги выехали шикарно ну окраска красотка чернышка белью помаши ручкой салам ай красава брат включать выключать алиса поехали в чебоксары или надо вообще капец машина сама рулит просто сама рулит вот я вот смотрите я вот не рулю а руль крутится сейчас поворот идет просто бомба я тут в игры играю задними пассажирами ну чё какие первые эмоции ребята а еще поддувает здесь поддувает короче попа вообще не потеет массаж такая сухая попа будет всю дорогу сухая там паша только обидно только на заднем сиденье нету вентиляции массажа тема просто еще сиденье подстраивается просто под спину можно построить под под любую абсолютно спину как вы хочешь так что вообще тема берешь включаешь массаж например вот сейчас бах включил массаж вот у тебя пожалуйста пошел массаж вот вы не видите массаж идет эндорфины пошли и все работает 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 я едешь далеко мы едем далеко раз включил массаж немножечко расслабился уже сидишь уже не такой но поймите когда обогнал подрезал то есть ты с массажем тебе вообще наслаждаешься как будто ты в кресле у массажиста вот оказывается можно рукой управлять вот этим экраном вот я зажимаю урана не фига себе прикольно а учатся там говорит вот это включи я опускаю нажимаю включил что-то что-то включается будет прикольно ахи гетерархи но ценарная есть за рулем у нас уже новый человек миллион экранов показом по экрану раздали Первые кадры меня самой на новую камеру. Очень интересно потом посмотреть. Ну, это супер какая-то удобная малютка. Для влогов идеально. Удобно здесь себя видно. Ева, куда мы сейчас пойдем? На зорота. А перед этим? Нет. Мы пойдем машину смотреть. Папа привез машину. То есть мы спустимся на парковку сначала. И поедем. Да, и на ней же поедем. Малыш уже в ожидании поездки. Я думала, что она здесь сейчас уснет. Я ее покормила. Но человек не уснул. Человечек уснет с дороги, видимо, да? Пупса. И так прикольно, что Денис, получается, снимал на эту камеру вам кусочки. И она тоже китайская камера. И машина китайская. У нас просто все в жизни становится китайским. Я вообще в DJI влюбилась с моих микрофонов. На которые я снимаю уже все свои видео. Дрон у меня DJI. И теперь эта малышка, которая просто, судя по обзорам, отзывам, она вообще вау, очень удобная. Ну, собственно, я прям сейчас это тоже ощущаю на себе. А еще я все утро икаю. И это так странно. У меня такое бывает, что я прям начинаю икать, и на следующий день я продолжаю икать. Прикиньте. То есть это прям большие такие долгие периоды. И привычные способы не помогают. И вот. Ужас. Это наше место? Нет, нет, нет. Пойдем. На наше место пойдем. Пойдем. Это не наше. Я вижу ее, я вижу. Ева, я вижу. Пойдем. Вот. Нет. Нет. Офигеть. Боже мой, она очень большая. Мой рост. Нет, выше моего роста. Выше. Да, реально выше. Сколько она высотой? Это паспорт у 2 метра. А, 2 метра. У меня юбка очень длинная. У Евы важное замечание. У нее юбка очень длинная. Офигеть. Давайте смотреть. Вау. Вай, вай, вай. Тут даже вот тут можно сидеть? Смотри, здесь сиденья. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И уже кресла стоят везде. А можно на этом больше сидеть? Смотри, Ева, у тебя даже какой-то планшет спереди. А как она вообще открывается? Ой, такой плавненький. Тут и мольчики всякие. Мольчики всякие. Тут подставочки у вас для кофе. Беленький салон. Вау, 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 да? Ну-ка сейчас здесь откроем дверку. Ой, какое все красивенькое. Надо это, при свете дня, наверное, снять нам как-нибудь в городе. Ты моё кресло, а вот иди сидеть. А здесь малышка. Это вот любимая штука туда будет. Здесь можно будет монтировать. Бегемотик проголдался. Еда прямо на заправке. Парковки лишние. Заряжается телефон. Проходите вот в беду. Так, вот такая штука. Да. Тут два разных варианта для заряда. Это наш. Тут что-то замигает, зарядка пошла. Сверху написано. Посмотрите, какая ценная функция. Когда особенно ребёнок спит, можно не хлопать. Да, вот этот, когда спит, можно не хлопать дверью, а вот так прикрыть. Бесшумно просто. И она сама всё сделала. То есть присосалась, до конца закрыла, получается, и убрала подножку. Да, это называется? Кайф. То есть у нас просто очень часто мы будим Еву или Миру, когда Денис останавливается там на заправке или туалет. Какая интересная функция. У меня тут не было ноутбука такого. Ноутбука. Такой не было такой штуки. Электрозарядки. Поехали, поехали, всё. А, мне ещё не застегну ремень. Ева не застегну ремень. Молодец. Да будет свет, видите? Ева. Прикольно, да? Нет. Нет, я хочу застегнуть. Заходить крижу? Да. Тебе некомфортно? О, прикольно. Поехали. Это, я не понимаю, подвеска? А, да, да, всё. Как, как... Просто незаметно проехали. Они такие... Остальные, я вижу, он всех видит, старенькие. Тут ещё самое крутое. А что никто не видит? Это проекция на стекле. Ой, люди. Это, я вижу... Юди идут. Юди идут. Ты видишь проекцию на стекле при этом? Да, вот посмотри, вот прям из-за меня. Ты увидишь, что прям ровно туда вот, смотри. А, да. И там, короче, всё видно вообще. О, свет. Это вообще фишек таких много. Вот холодильник, например. Мы уже пользовались. Сэндвич убирал Антон. Как его открыть? Надо что-то нажать для... Ну, где-то кнопка, есть же? А, вот, да. Не пользовался. Холодильник. Могу автопилот показать. Андрея, автопилот? Давай. Андрея, машина сама едет. Сама стоит, рулитчик сама будет. Сейчас она сама повернёт. Смотри, она рулит. Как камера мне нравится эта. Сзади, получается, мы положили одно сидение, чтобы поместилась сейчас коляска. И ещё одно осталось. Вот, ого. Больше меня. Прикольно, когда в пробке. Она сама это трогается, рассталивается. Ого. До машины. Мне сейчас какое-то странное ощущение. Я всё боюсь, короче, что-то навредить. Знаешь, как будто... Всё взорвётся, да? Всё такое новое. Больше всего мне, конечно, нравится, что здесь просто очень, очень много света. Очень много окон. Ну, в смысле, не окон. Окна здесь. Ну, то, что крыша... Ну, для меня это прям вау после нашей машины. Такая серьёзная булочка едет. О, рельсы вообще незаметные. Просто какое-то дребезжание есть, но без всяких там неприятных ощущений. Мы немного разделились, потому что кофейня, в которую мы ехали, там всё занято. И даже очередь на завтраке. Мы идём в другую. Сейчас Денис с Евой проедут здесь немножечко, а мы с малышкой доедем пешком. Мне очень нравится камера. И стабилизация такая хорошая. Прям чувствуется, что ничего не дёргается. Я буду эту косточку рисовать вот так. Кошечке, Денис, и кошечек. Достаточно сублимирована какая-то малина. Ну, у нас и сладости вкусняшки сегодня, да? Нет, раньше у них не нравится такое вот типа. А вот это, взгляд, прикольно. Малыш проснулся. А его ещё? Попробуй. Привет, красотка. На связи водитель. Приехал с трёхдневного пути. Кстати, все, абсолютно все друзья прокатились. Правда, к середине пути я всем запретил ездить, потому что все они немножко разгонялись там до 180. А скорость вообще не чувствуется в этой машине. Вроде бы нигде названия машины мы не говорили. Короче, машина Ли Л9. Это недавно сократили название до Ли. В переводе с китайского идеально. Но я, кстати, его могу таким назвать. Раньше называлась Лисян. Ну так вот, отдохнул с поездки. Всех уже семейных покатал на машине. Чай попил. Выспался. И хотел бы замолвить несколько полезных слов, которые будут, кстати, тем, кто покупает что-то дорогое. Это вот бывают машины дорогие, квартиры, кто-то бизнес покупает. И когда ты это делаешь удалённо, особенно важно не попасть в загребучие когти, лапы к мошеннику. Я в своей жизни попадал к мошенникам. И я, на самом деле, знаю мало взрослых людей, кто уже за 30, за 40, и кто не был обманут, покупая машину. Поэтому самый важный момент, когда особенно удалённо покупаете, это отфильтровать мошенников от реальной компании, которая осуществляет те услуги, о которых заявляет. Что лично я сделал, что мне всегда в жизни помогает? Первое. Изначально я нашёл, получается, связался с этими ребятами, попросил у них у всех документы. Говорю, покажите мне свои паспорта, уставные документы компании. И отправил всё это юристу. Ну, можете закуглить, есть такие люди, которые просто проверят по документам людей на чистоту. То есть они смотрят, были ли какие-то у них суды, какие-то долги. Они скажут, это какой-то рискованный тип или нормальный. Эта компания давно на рынке работает, или вот буквально позавчера её создали. Ну, получается, это я уже, на самом деле, прошёл долгий путь выбора машины. И после этого я нашёл уже компанию, которые этим занимаются. Я на ютубе увидел ролики человека, который записывает. Он был вообще одним из первых клиентов этой компании, одним из первых владельцев этого автомобиля в России. И он начал записывать видео. Я подумал, вдруг это тоже чувак-мошенник. Они купили на всех одну машину, делают видео на ютубе. А на самом деле они какие-то все вместе мошенники. Поэтому я, чтобы посмотреть, во-первых, машину, и, во-вторых, поговорить с ним, посмотреть ему в глаза, я полетел в Казань, встретился с ним, поездил на машине, ну и убедился, что это хороший человек, и точно он реальный клиент этой компании. То есть, видите, как всё непросто, когда покупка очень дорогая. Третье, что вам нужно всегда делать, когда вы вступаете в какие-то, там, то, что говорят, мы не пирамиды, а на самом деле пирамиды, когда покупаете машину, мошенника, ещё где-то. Просто пишите название компании, или даже фамилию этого человека, с которым общаетесь, ну, паспорт обязательно запросите, посмотрите, кто это. И пишите, Вася Пупкин, там, мошенник. Вася Пупкин, обман. Компания, там, МММ, мошенничество. И вы сразу в интернете найдёте свежие статьи тех, кто буквально на днях был обманут этими ребятами, и вы сразу скажете, слава богу, что проверил. Теперь я не стану жертвой. Ну и четвёртое, я прям до конца проверял, я нашёл в социальных сетях сообщество этого автомобиля. Ну, у любых сейчас каких-то брендов, товаров есть какие-то свои сообщества, в Телеграме, в Инстаграме. И уже увидел, там, куча людей общаются. Я поспрашивал, говорю, вы знаете этих ребят? Они говорят, да, мы знаем. Вот у меня друг там купил. Ну и я расслабился. Я покупал в компании Рево Карс. Назову плюсы и минусы, потому что минусов, может быть, даже не меньше, чем плюсов. Но самый главный плюс, за который я вообще боролся всё это дел, это надёжность. И это считаю самым важным. Ну и второе, что мне сильно понравилось, это то, что бесплатно помогают вообще с любыми вопросами. То есть мне, например, нужно было машину переобуть на зимнюю резину, и они приняли, я заказал шины зимние, приняли эти шины, на шиномонтажке переобули бесплатно. Это тысяча десять на нас стоит примерно. Для меня бесплатно это сделали. Потом вчера отправили летние шины в Екатеринбург. Тоже за услугу эту не брали. Ну и много таких вот услуг осуществляли вообще бесплатно. Это круто. Что мне дико не понравилось, это то, что всё вообще не системно. Там один говорит так, другой говорит так. Они друг другу противоречат. Они могут день, два не отвечать на сообщения. Это маленько неприятно. Но я понимаю сейчас огромный такой тренд на покупку китайских автомобилей. И я думаю, у них очень много работы. Поэтому, наверное, такая фигня произошла. Поэтому, не знаю, второй раз я покупал бы там или нет. Я просто очень люблю, когда всё пунктуально, чётко. И для меня это было маленько травматично. Для большинства, я думаю, это не так. Поэтому, в принципе-то... Ну, вот и всё. Отдаю руль управления этим видео. Любимые супруги. Пупсик. И пупсик. Прекально придумал? Прекально. Прекально, прикально. Доброе. Но яблочко-вудрочка. Утро у нас, скажу тесно, расписано прямо по минутам. Именно, когда это утро буднего дня. То есть, утро перед садиком. Потому что нужно успеть очень много всего. Человек переоделся. Человек пошёл ползать на живот. Потому что и у малыша много утренних процедур. Теперь мы пошли гулять. Теперь мы пошли гулять. Давайте. Ева играет с воображаемым другом. Уже начался этот период. Вот это нормально. Надеюсь, да. Ой, уже пахнет гречкой. Денис уже поставил гречку. А я ещё сейчас перепелиные яички поожарю. Кстати, перестали его в садик отпускать именно на завтрак. То есть, раньше она периодически ходила завтракать в садике. И от этого у нас утро было посвободнее на самом деле. Но мне так не нравятся их завтраки. Обеды ещё куда не шло. Но завтраки. Это, считайте, заряд на весь день. Это, ну, чисто рисовая каша на коровьем молоке. И это всё. Ну, то есть, не клетчат, не белка. Чисто добрый день. Ева дома ест и гречку, и яйцо перепелиное, и огурец, и авокадо, и перец. То есть, ну, полноценный нормальный завтрак. Чтобы хватило надолго и жиры, и белок. Короче, я довольна и спокойна. Хотя утро таким образом у нас, конечно, ещё немножко отзабилось делами. Но ничего. Сейчас папа выйдет из душа, и я тебе и поддам. Тебя отдам. Ты шелнышко? Деньки, шелнышко. Шелнышко. У нас есть вот такая штука. Для перепелинкейс. И белый будет такой. Хорошо. Актер, а садик собрать сегодня? Усиля. Сколько? А, ну, одни мы их тратили. Штук пять. Он очень толстый. Я не хочу его на снегокате. Он на снегокате. Всё, оставляем. Давай завтра. Возьмёшь? Кто не берёт? Ладно, я тебе помогу. Ладно, я тебе помогу. Мышка. Минус один. Кстати, Пуптик тоже скоро уйдёт уже в сон свой первый. И с ней обычно мама гуляет в первый сон. Хочу признаться в любви нашей квартире. Я её обожаю. Я обожаю здесь каждый уголок. Каждую продуманную мелочь, деталь. Обожаю кабинет. Обожаю нашу спальню. Обожаю нашу гостиную, детскую. Просто вот мы уже здесь год. И, казалось бы, к хорошему быстро привыкаешь. Но, видимо, нет. Видимо, когда ты реально делаешь всё круто, комфортно, с удобством, ты потом долго кайфуешь. И, конечно, это во многом благодаря нашим дизайнерам, к которым мы обратились, которые нас услышали. Сейчас эта профессия очень востребована и неудивительна, потому что это высокая и конкурентная заработная плата, возможность монетизировать своё творчество и работать удалённо. Попробовать себя в дизайне можете и вы благодаря бесплатному дизайн-клубу «Искра». Это вебинары с экспертами, полезные материалы и подарки для быстрого старта в карьере. Будет интересно всем тем, кто чувствует в себе творческий потенциал, но ещё не понял, либо не нашёл, как его реализовать. Тем, кто хочет познакомиться с данной сферой и попробовать себя в ней на практике. А также, конечно же, тем, кто хочет удалённую работу с поддержкой и обратной связью, что немаловажно, на тему карьерного роста от экспертов на рынке. Вступив в дизайн-клуб, у вас будет возможность попрактиковаться, а именно создать свой собственный графический баннер с помощью фигма. Также все слушатели получат доступ к комьюнити новичков, библиотеке гайдов и бесплатным консультациям с экспертами от контента. Мне кажется, это очень классная идея сразу попробовать себя, понять, твоё это или не твоё, пообщаться с единомышленниками, получить порцию вдохновения и мотивации. Поэтому предлагаю не откладывать на потом и прямо сейчас переходить по ссылке в описании и вступать в бесплатный дизайн-клуб Искра. Я пока привыкаю снимать на эту малышку, потому что так непривычно, что она берёт большой довольно угол. Можно, конечно, здесь регулировать, делать его ещё шире и ещё шире, а можно сделать ещё уже, но вот это считается стандартным. Поделюсь с вами вообще, как проходит наш обычный день, обычный такой рабочий день в Екатеринбурге, потому что я так заметила, я часто снимаю влоги из путешествий, часто показываю какие-то события, но вот просто типичный день показываю не так часто. У малышки сейчас как раз первый сон. Малышку забрала мама, они довольно долго гуляют, первый сон у неё может длиться два с половиной часа спокойно. Сейчас, конечно, погода такая, всегда вот этот момент, знаете, когда в ноябре становится холодно, так резко довольно, то есть у нас прям уже практически зима, но хотя минус три градуса, и ты такой думаешь, блин, а можно так долго гулять, а вообще почему так холодно? Но зимой когда-то, не знаю, минус двадцать, тебе так не кажется, и все нормально гуляют. Ну, конечно, там тоже не по два часа, но мы её максимально упаковали в супер тёплый конверт, в супер тёплый комбинезон. И пока они гуляют, пока у мира первый сон, это моё самое продуктивное, самое любимое время, то есть это, знаете, когда есть какая-то основная задача на день, я её делаю именно в это время, потому что я точно знаю, что меня здесь никто не будет отрывать, у меня будет прям моё сфокусированное время, и мне это важно. Потом, конечно, в течение дня ещё есть такие промежутки, когда я могу помонтировать, могу что-то снять, могу на почту зайти, поотвечать. Ну, короче, есть такие промежуточки временные, но они хаотичные. Ну, это нормально, когда ребёнку три месяца. Сегодня, так как я снимаю влог, это одна из моих основных задач, плюс нужно ответить по рекламе, много накопилось вопросов, запросов, нужно поотвечать. Попланировать календарь интеграции на декабрь уже, за декабрь-январь, и приступить, знаете, к чему. В общем, можно об этом говорить, но, наверное, да. Короче говоря, я сейчас активно занимаюсь тем, что продумываю программу своего нового проекта, который будет посвящён послеродовому восстановлению женщины с самых разных сторон. Это такой для меня, на самом деле, масштабный и очень для души проект, потому что я чувствую, что это нужно. Я чувствую, что это то, что прямо необходимо женщинам, и от этого мне так охота это уже реализовать, так охота всё это скомпоновать в понятный, красивый и очень полезный продукт, где будет вообще всё, и психологическая составляющая, потому что это очень-очень важно. Ну, наконец-то сейчас вообще уже до этого доходят, понимают, что это важно, что послеродовая депрессия, с этим можно работать, и это не нормально, что она есть, и типа на это не надо закрывать глаза. Конечно же, физическая составляющая, это работа с тазовым дном послеродов, это упражнения, которые не противопоказаны послеродов, потому что очень много на самом деле нельзя, и тогда вопрос как будто, о чём можно вообще? Но на самом деле есть точечные упражнения, точечные моменты, которыми нужно, не то что можно, а нужно заниматься, и в определённые сроки, то есть первые 40 дней это определённое усилие, дальнейшие месяцы после родов, это другие упражнения совершенно. И это так всё интересно и важно, как мне кажется, особенно потому что я через это два раза прошла, и получаю невероятный отклик на самом деле от женщин, когда просто делюсь чем-то, что для меня норм. Я понимаю, что я хочу это сделать хорошо, сделать красиво, сделать качественно, и, конечно, это не формат видео на YouTube, потому что это гораздо больше информации, но запуск проекта будет уже в новом году, потому что там действительно много работы, и сейчас она активно начинает происходить. Давно с вами не делилась какими-то бьюти-находками, и влюблена в этот карандаш от Стеллари 09, оттенок капучино. Мне кажется, это то, что я искала всю жизнь, потому что вот этот нюд, сейчас, конечно, я ещё не доделала, это не результат. Я вам покажу в итоге, то есть я его использую только для обводки, и затем более светлым карандашом, более светлой помадой заполняю губы. Мне очень нравится, уходит оттенок не в розовый, который мне, как мне кажется, мне не очень идёт, а в такой бежевый, коричневый, и мне как-то он по цветотипу, мне кажется, больше. У нас в этой локации появилась такая милая корзинка для всяких игрушек, потому что начинают уже появляться они повсюду, и не было у них какого-то места. Кокон мы, на самом деле, уже перестаём использовать, малышка уже выросла из него 3,5 месяца. Вот здесь как время быстро пролетело. А вот эту штуку используем, я тут меняю игрушки постоянно, чтобы что-то разное насмотрела, но тоже, мне кажется, уже всё, финал близок, потому что больше на животе времени бодрствования проводить надо. Вот этот, кстати, гриб, это прямо находка с мирой, потому что безумно удобная игрушка. Она её держит, во-первых, тоненькая вот эта вот ножка, ей удобно держать. Во-вторых, когда она её держит, она кулаком, её фиксируют вот здесь, в этой шляпке, и таким образом она держится у неё хорошо, она не спадает. Ну и, конечно, вот эти штуки напоминают мамину грудь, их можно и погрызть, и пососать немножко. Когда зубы режутся, например, и ещё это и погремушка. А ещё она прикольно стоит. Ну, то есть, просто фиксируется, просто хорошо стоит. Я вам хотела показать вообще эту малышку, эту камеру. Как она выглядит, что вообще из себя представляет. Вот посмотрите, какая она малютка, какая она удобная. Её просто вот держишь, рука не устает. Вот, и видите, здесь есть экран, он вам сейчас отражается в зеркале. Это тот экран, который вижу я, когда себя вот так снимают. То есть, это очень удобно, что ты не поднимаешь никакое окошко, ни влево, ни вправо, но при этом себя продолжаешь видеть, понимаешь, что входит примерно в кадр. DJI, конечно, просто красавчики. Вот посмотрите, как у них держится штатив, он на магнитах. Оп, я убираю просто камеру. И она также очень легко присоединяется. Ну, это что? Никаких тебе там вкручиваний и закручиваний нет? Но единственная недоработка, как по мне, они могли этот штатив, то есть, эта вот палка, она вообще выдвигается вот так. Вот, посмотрите, как палка эта выдвигается. Но странно, что они не сделали из этого штатив, то есть, они не сделали ножки. И для этого я использую свой штативчик, ну, чтобы вот, например, как сейчас я себя снимала на столике, да, и вот этот штатив использую, просто сюда прикрепляю камеру. Ну, вот это странно, то есть, они как палку сделали, а разветвлений внизу нет. И обычно, если я делаю макияж, я обязательно что-нибудь в этот день снимаю. Вот просто посмотрите, как работает мозг, мозг мамы, работающей мамы, важно. Макияж все равно занимает время, да, определенное. Я, окей, могу накраситься для себя, но тогда я не крашу, там, губы, например, не так сильно, там, наношу корректор и так далее. Короче, если я прям сделала макияж-макияж, как сейчас, мне будет жалко, если я его просто не использую. Поэтому сейчас я по-любому сниму пару вилсов и потом пойду монтировать и как раз прописывать программу нового проекта по юге. У нас уже время обеда. Обеда мы чаще всего доставочкой. В контейнерах. Не хватает времени на это. Ну, не то, что, нет, я вообще не верю в то, что на что-то может не хватать времени, просто нам это не так ценно, видимо. И мы нашли реально для себя несколько хороших заведений, где практически каждый день можем что-то заказывать и полноценно питаться. У меня сегодня блюдо, которое называется вершки-корешки. Кстати, да, это можно было бы выложить на красивую тарелку, но даже на это мне жалко времени сейчас. Вершки-корешки почему? Потому что здесь есть то, что растет сверху, это всякая зелень, видимо, да, вот это вот все. И корешки, потому что тут есть орехи и фалафели и все такое. И у меня еще такой бутер с лососем. У малыша питание молочное. Дуга-то ее развлекает. Игрушки, кстати, все евины. Вот прям все. Буквально новых мы купили парочку, наверное. Тебе уже хочется отсюда уходить, да? Подожди, я поем. Пупсик. Мне кофе сделали. Сделай, я сделал конкретный челлендж. Да. Малыш, я здесь открою окно. После дневного сна. Опля. Да будет свет. В этом пространстве. Это за чудо ты. И что ты за чудо-то? Так. Конечно. Можно уже сказать, что младшая отбирает игрушки у старшей, если ей очень нравится единорог Евы. Именно когда она лежит на животе. Я мои лошадки, заплету конечки. Ну что, девочки, мы в парке. Посмотрите, что у нас творится в парке. Это зима. Я уже миру снарядила по полной. Упаковала. Супер зимнее все. Это, конечно, было сейчас испытание, как я сюда шла. Потому что у нас выпал снег. Очень много выпало снега вчера, за сегодня. И не все почистили. И мы просто чуть ли не волоком, я коляску, везла. Здесь парки уже получше. Здесь почистили все хорошо. А вот добраться сюда было проблемка. Евик у нас сейчас на адаптации в старшей группе. Адаптация длится довольно долго, потому что мы на самом деле еще улетали в Турцию. Я туда ничего не снимала. Только в запрещенной сети и в Телеграме. Это был настоящий, можно сказать, отдых. Если это можно назвать отдыхом с двумя детьми. Но, по крайней мере, в локе не снимала. И в этом плане очень много освободилось, конечно, энергии, времени и всего-всего. Это я к тому, что из-за нашей поездки адаптация в садике еще как бы это двинулась немножко назад. Потому что она только привыкла к новой группе, к новому распорядку. Классно, что как раз-таки друзья ее все уже перешли. И она была, ну, не в новом коллективе. Это все равно другие ощущения, когда ты сразу в новый коллектив входишь. Это как бы больше стресс намного. Но вот то, что воспитатели новые, для меня, кажется, это еще больший стресс, чем когда у тебя не меняются твои ребята, с которыми ты был в предыдущей группе. Потому что воспитатель это, ну, простите, замена мамы с папой. То есть это твои такие безопасные взрослые, на которых ты готов положиться. И к ним еще нет доверия, когда ты только-только вот входишь в новую группу. Мне кажется, это самое сложное. Обалдеть, сколько снега у нас просто. Посмотрите. Нереально много снега. Я сейчас посмотрела на ребят из института, видимо, или из школы. Не знаю, они идут. Как они одеты? Сразу вспомнила свое детство. Или нет, свое юношество. Когда я выпендривалась и одевалась вот так вот, типа джинсы без колготок, без каких-либо подштанников там и кроссовки. Вот когда уже снег лежит, и просто ты приходишь домой, у тебя отморожены голени и все холодное. Посмотрите, как я сейчас одета. Чисто на мне комбез, понимаете? А внизу комбеза у меня еще колготки теплые и кофта. Ну, кофта не сильно теплая, как бы сейчас у нас минус пять где-то. Но я, конечно, сейчас выхожу долго погулять сразу, чтобы вообще не замерзнуть. Мира может проспать и два часа спокойно, и поэтому нужно все это время, чтобы я не замерзла. Но просто отношения, как у меня было раньше, лишь бы эстетик все было, лишь бы все было красивенько. Без шапки вообще, лихая молодость. У Мира здесь конверт, упс, просто максимально спрятан. Конверт очень теплый, это димний такой. А здесь белый шум. Знаете, что у этой коляски единственное, мне чего не хватает? Что мне единственное здесь не нравится? Это то, что не хватает еще одного блока, чтобы закрыть капюшон. Это не капюшон, а как там, козырек. Такая возможность есть только если здесь отстегнуть, вот эту часть, расстегнуть. И тогда можно капюшон этот хоть вот так вот накрыть, но тогда с этой стороны образуется дыра. А когда вьюга, например, какая-нибудь, вот у нас вчера капец какой ветер был, просто очень сильно задувало. Кстати, краги, очень удобная вещь на коляску. Так вот, все сильно задувало. Я бы с радостью полностью вот вообще закрыла всю эту часть. Как-то вот прям максимально вот так вот, знаете, вот так воздух только оставила бы. А нет, нет такой возможности. Так что для Урала такой вариант. Я с собой начала возить шарф, теплый белый шарф. Чтобы, если что, в такую пургу, когда будет такой сильный ветер, вот так замотать. И туда ничего не задувало. Ну, посмотрите, эти елочки, это что-то с чем-то. Вот я люблю Урал, на самом деле, за вот это. Ай, ну, посмотрите. Просто зима настоящая. Но световой день еще не такой короткий, как зимой. В парке, кстати, у меня традиция есть. Я, когда гуляю, обычно долго гуляю, если тепло в этот день. Ну, то есть не так, что сильно задувает ветер. Я записываю какое-нибудь голосовое в Телеграм. Либо на будущее себе сохраняю в избранное. Либо сразу отправляю. Раньше, летом, я всегда брала кофеочек или мачо с собой. Но сейчас это уже не так сильно удобно. Ты пока дойдешь до парка, она уже вся остынет. А как я сегодня добиралась до парка, это вообще просто через обуры такого поставившего снега. Что за кнопочка? Ну-ка, смотрите. И вообще, как можно быть обычной этой девочкой? Я помню, как Ева бесилась всегда вообще, когда была в таком возрасте. И до, и после, когда нужно было надевать кучу одежды. Она могла только лежать, уже будучи спящей и укачанной хорошо. Тебе нравится, что ли? Тебе нравится, да? Нравится тебе быть одетой так тепло? Нравится ты, моя фасолька. Смотри на папу. Малыш, представляешь, твой папа стал котом. Да он настоящим котом. Ой, я покажу вам. Покажу отдельный... Нет, не здесь. Вот здесь. У Евы отдельное есть отделение для костюмов. То есть здесь есть самые разные костюмы. Эльза, кошка, заяц, жираф, единорог. И Ева очень хотела, чтобы папа тоже стал котом. Все. Малыш, котенок тоже переоделся. Покажи лапки. У меня с когтями. Тебе тоже нужен костюм киски. У нас такой домашний вечерок. Укладываем вещи, которые стали малы, в вакуумные пакеты. Очень удобно. Мы тоже можем пакетик теперь. Вакуумный? А, пакетик для костюмов. Можно тебе повешать туда? Конечно. Потом храним в деревне. Как думаете, почему малыш на полу? Потому что мы сейчас пойдем в ванну. Вы много раз спросили показать, как мы купаемся именно в большой ванне. Я набираю прям вот столько воды. У нас такое, знаете, грубничковое плавание здесь. Я, конечно, буду в купальнике сегодня. 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 Почему они не получаются? Давай пробовать. Это у нас игра. Пицца. Получилось! Ня-ня-ня. О, я Света еще добавила. Ня-ня-ня. Получилось? Лыбка. Так, и что еще? Пицца. Сыр. Выпадает два кубика. Например, там помидорка и грибочек. Потом, вот спасибо. Потом вот такими штучками нужно найти именно это сочетание вместе. Такой идешь, 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 например. Сочетание сыра и зеленого цвета. Ты видишь где-то? Я вижу, я уже нашла. Где? Но я не буду подсказывать тебе. Нашла тоже. Да. Видишь? Интересно же, когда ты сам находишь, да? Даже бывают жареные сыры. Жареные, конечно. Самые разные сыры бывают. Бывает с плесенью даже сыр. Да, съедобный. Его едят. И он дорого стоит. Очень дорого. Алисе наскучило поздно сидеть рядом с сестрой на берегу реки. Разок-другой она заглянула в книжку, которую читала сестра. Но там не было ни картинок, ни разговоров. Как можно читать такую книжку? Подумала Алиса. Где нет ни картинок, ни разговоров. Она сидела и размышляла, не встать ли ей и не нарывать ли цветок для венка. Мысли ее текли медленно и не связно. От жары ее клонила в сон. Хочу кальмартик. Нам принесли еду. Хочу кальмартик. Хочу кальмартик. Хочу кальмартик. Ева любительница кальмаров. Держи вилку, чтобы тебе удобно было здесь кальмар. Кальмартик. Кальмартик. Алисю. Ахаха. У нас немножко тайский ужин. Какой проще, да? Вы думаете, это мой гамак, да? А вот он и не мой. Это качель Евы. Писай давай. Вот так. Ева, мы так рассыпем его. Давай, широко. Все равно, все, посмотри на полу. Ева, больше так не буду делать. Ого. Ты же так высоко. Тик-так, тик-так. Болевинка. Хочу на лошадиные танцы походиться. Лошадиные танцы? Да. Ты хочешь на лошадках покататься, что ли? Да. Я хочу, чтобы там были заботчики вокруг, чтобы она всякие препятствия перепрыгивала. Хочу на ней покататься. Лошадиный спорт хочешь попробовать? Да. Ну, давай посмотрим. Только ездить туда придется далеко. Они же все за городом находятся. Смотрите, какая штука у нас есть. Правда, не каждый день мы ее пользуемся. Далеко не каждый день. Но идея классная. Мы вот распечатали список, который нужно делать с утра. Как типа чек-лист. И ребеночек делает, выполняет и ставит галочку себе. И таким образом ему проще выполнять все вот эти вот ритуалы по утрам. Субы почистить, позавтракать, поминки выпить, одеться, в садик собраться. Сказать спасибо за что-то. Ну, типа благодарность. И прическу. Я ее не распечатала сначала. И потом пришлось вот так нарисовать карандашом. Приветики. Она пустыри проходит. Ой. В 7. В 7. В 9. В 11. . В 12. В 10. В 12. Мы за 17. Мы за 16. Пам. Мех. В 13. Продолжение следует...